Участники форума, сегодня я хочу поговорить о будущем. Никто не знает, каким оно будет. Я часто думаю о будущем. Что мы сегодня делаем правильно, что неправильно, как мы будем жить завтра или через 20-30 лет. Я ищу для себя ответ на вопрос, как достигать успеха в мире, который постоянно меняется. Мы с компанией YouFuture создаем проекты, которая уже сейчас меняет мышление и подходы. Это Unit City, Unit Factory, Школа малого и среднего предпринимательства, ЛИН-институт. И мы уже чувствуем глобальные вызовы времени и готовы принять их. Но давайте представим топ-5 трендов будущего. Интернет вещей. Мы уже не представляем своей жизни без интернета вещей. Умный дом, электронные ключи, голосовые помощники, разные датчики. Все это помогает эффективно использовать время. А интернет медицинских вещей помогает нам быть здоровым. Каждый человек будет знать показатели своего здоровья и управлять ими. Диагностика организма будет постоянной. И для этого достаточно одних часов на руке. Человека можно будет видеть насквозь. Мы будем узнавать о болезнях до того, как они проявятся. А значит, люди будут жить дольше и в 90 лет оставаться активными. Урбанизация. Сегодня на планете 31 мегаполис с населением более 10 миллионов человек. Скоро таких городов будет больше. Когда родился, на Земле было 3,5 миллиарда людей. Сегодня более 7,5 миллиарда. А еще через 50 лет нас будет 11 миллиардов человек. И 80% людей будет жить в больших городах. Изменение климата. Климат на планете изменится. Нас ждет таяние ледников, ураганы, цунами, засоха, аномальная жара. Средняя температура воздуха поднимется до плюс 35 градусов. В Париже летом будет плюс 50. Но главная угроза – загрязнение планеты. Земля, океан, космос, заваленный мусором. Многие виды животных просто исчезли. Чистый воздух и питьевая вода стали роскошью для человека. Роботизация. Многие боятся последствий роботизации. В ближайшие 10 лет 75 миллионов рабочих мест исчезли. Робот значительно продуктивнее и выносливее каждого из нас. Он способен работать 24 на 7 и всегда быть в хорошем настроении. Машины уже хорошо умеют распознавать лица, голоса и эмоции людей. Программы способны придумать драматические сюжеты, писать статьи, создавать музыку и картины. Революция 4.0 создает и роботов, и рабочие места для роботов. Homo sapiens 2.0 Сам человек генетически изменится. Внутренние органы будут печатать на 3D-принтеры. Можно будет добавить и убрать гены. Многие добавят себе ген долголетия. И мы сможем даже выбрать цвет глаз своему ребенку. Мы с вами стоим на пороге эры искусственного интеллекта. До восстания машин, конечно, еще далеко. Но уже сегодня компьютеры способны обрабатывать гигантские объемы данных и выполнять задачи, непосильные человеку. Инновационный парк «Юнит-Сити» не смог остаться в стороне от влияния технологий будущего. На базе нашего индустриального акселератора мы создали свой искусственный интеллект. Позвольте представить вам нашего виртуального партнера, бизнес-аналитика и стратегического советчика «Индекс». Здравствуйте. Я «Индекс». Я создан помогать украинским предпринимателям определять наиболее выгодные направления развития. Моя задача – поиск новых возможностей для бизнеса. Украинские предприниматели мечтают о стартапах, которые добьются такого же успеха, как Амазон, Гугл, Фейсбук. Но чтобы гарантированно достичь успеха, нам нужно знать, на каких типах технологий стоит фокусироваться. «Индекс». Анализируй информацию. Будущее за инновациями, технологиями, малыми и средними предприятиями и кластерным производством. Именно благодаря им Украина сможет производить больше качественной продукции и заместить импорт. Многое из того, что импортируется в Украину из других стран, мы сможем производить у себя. От велосипедов до спутников и космических кораблей. При этом создавать рабочие места, выплачивать налоги, зарабатывать валюты. Только так экономика будет набирать обороты. Интересно, какие ресурсы нашей страны наиболее цены и перспективны? Наиболее перспективным является интеллектуальный ресурс. Украина находится на седьмом месте в мире по числу выпускников инженеров. Действительно, наш главный ресурс – это люди. Если ты толковый специалист, в Украине жить выгодно. Айти-специалисты знают это, как никто другой. Но при этом, к сожалению, многие таланты уезжают из страны. Индекс. Есть ли данные на этот счет? Из Украины каждую минуту уезжает два человека. Согласно данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18% до 35 миллионов человек. Один из основных факторов выезда – трудовая миграция. Постоянно за границей трудятся до 6 миллионов украинцев. Да, отток кадров – огромная проблема для нашей страны. Но ведь мы можем зарабатывать и в Украине. Мы можем сами производить товары и продавать их по всему миру. Я думаю, благодаря этому через определенное время Украина может войти в топ-20 развитых стран. Индекс предоставил прогноз. По информации PwC, к 2050 году в пятерку стран с развитой экономикой войдут Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия. Но мы говорим о перспективах развития нашей страны. Когда Украина может попасть в 20-ку самых развитых стран? В текущем темпе развития попасть в 20-ку стран с развитой экономикой у Украины шансов нет. Через 25 лет Украина достигнет сегодняшнего уровня Польши. А Польша через 25 лет будет уже на 50 лет опережать Украину. Нам нужен квантовый скачок. Для этого необходимо кардинально поменять подходы к образованию, производству, финансам, стимулировать бизнес, уйти от коррупционных схем, привлечь инвесторов. А еще нам нужно больше работать. Индекс. Нужна информация по количеству рабочих дней в год. В Украине работают в среднем 1678 часов в год. В то время как в Польше 1792 часа. В Турции 1900 часов. В Мексике 2148 часов. А в Китае 2392 часа в год. То есть в странах с развивающейся экономикой работают на 15-20% больше. Есть над чем задуматься. Важно работать много и эффективно. В Украине, помимо всего прочего, много времени отнимает бюрократическая волокита. Индекс. Необходима информация о временных затратах на административные вопросы в мире и в Украине. На администрирование налогов в Украине у предприятия уходит в среднем 328 часов в год. Средний мировой показатель 237 часов. Это разница почти в две недели. Невероятно. Каждый год на две недели отстаем от мирового развития только из-за каких-то бумажек. Но при этом у нас есть и позитивные тенденции в развитии нашей экономики. Индекс. Есть ли информация на этот счет? Согласно аналитике, самой быстрорастущей категорией экспорта в Украине является разработка программного обеспечения. С темпом роста около 20-26% в год. Мировые предприятия стремятся работать с нашими специалистами. Более 185 тысяч украинцев работают в стартапах и IT-компаниях по всему миру. Среди их работодателей более 100 предприятий из списка Fortune 500. По данным Skill Value, Украина входит в первую десятку стран с самыми талантливыми и старательными программистами. Global Outsourcing 100 включил 17 украинских технологических компаний в ежегодный рейтинг лучших поставщиков IT-услуг. Многие известные и амбициозные предприятия, такие как Grammarly, MacPo, Riddle, PetCube, GitLab, People.ai, были созданы украинцами. В Украине размещено более 110 научно-исследовательских центров, принадлежащих многонациональным корпорациям, включая Microsoft, Snapchat, Samsung, ABI. Прогноз впечатляет и обнадеживает. На мой взгляд, Украине нужно больше качественных экосистемных продуктов. На примере Unit City мы увидели, насколько эффективной и перспективной может быть экосистема для креативного и IT-сектора. В Unit City люди себя чувствуют так же комфортно, как в Силиконовой долине. А такие ивенты, как Киевский международный экономический форум, помогают создавать экосистему для украинского бизнеса, государства и зарубежных инвесторов. Тут мы вместе ищем ответы на главные вызовы мира. В том числе и обсуждаем роль искусственного интеллекта в будущем. Индекс. Меня интересует еще один вопрос. Есть ли вероятность того, что искусственный интеллект будет воевать с человечеством? У меня нет ответа на этот вопрос. Вопрос действительно сложный. Сегодня мы управляем машинами, а они помогают нам работать и быстро находить ответы. Но в то же время искусственный интеллект уже превосходит человека во многих сферах. Пишет музыку, сценарии фильмов, создает видеоролики. Возможно, он сможет остановить загрязнение окружающей среды и войны, устранив главную причину проблемы – само человечество. Что скажешь? Я всего лишь алгоритм, созданный человеком. Мои действия полностью зависят от его замысла. Если мой создатель – хороший человек, буду творить добро. Если плохой, придется разрушить мир. Все зависит от вас. Уважаемые коллеги, наша компания в Юнит-Сити создала индекс. Мы, конечно, заподготовили его к сегодняшнему выступлению. Пока ему не под силу импровизации и способность проявлять чувство юмора. Он учится анализировать актуальную статистику и показывать оптимальные пути развития для нашей страны. Мы верим, что информация, предоставленная индекс, будет полезна не только для украинских, но и для иностранных инвесторов. Давайте двигаться вперед в формате win-win. Будем как конкурировать, так и сотрудничать друг с другом. Давайте обмениваться передовыми практиками и опытом, вместе формируя экосистему для устойчивого роста. Формула win-win – выигрышная позиция для каждого из нас и для нашей страны в целом. Формула win-win – выигрышная позиция для внимания.